Чертеж сделать, потом ее выточить на станке, потом форму снять, потом ее попробовать отлить, оправить, обжечь, потом расписать, снова обжечь и так далее. Месяц. Воспитала Федоровская для кжельского промысла с 1984 года не одну творческую группу признанных мастеров. Работала на кжельском фарфоровом заводе и за дня в день выполняя план. А в свободное время творила, воплощала в жизнь свои художественные амбиции, карпела над формой и росписью очередного шедевра. В 2019 году будет дата 680 лет промыслу. Фарфор – это очень сложный материал. Это вообще керамика из всех художественных дел, а фарфор – это вершина сложности. Я преподаю проект, у нас же ведь группы, это небольшие у художников, вот у меня 8 студентов. Здесь у меня присутствуют мои выпускники уже, которыми я горжусь. Это можно сказать вообще лучшие люди, лучшие люди в будущем нашего района, нашей страны. Приветствую всех от имени Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства. Надеюсь на то, что какие-то совместные работы мы сможем проводить и в стенах нашего музея. Ну и всем успехов, особенно вам. Рука об руку идут Татьяна Федоровская и Сергей Олейников, как по жизни, так и в искусстве и в преподавании. Раменский музей кжельские мастера считают родным, хотя не раз выставлялись и за рубежом. На открытии персональной выставки заслуженных художников России, где собраны лучшие работы за долгие годы, присутствовали друзья и ученики. Сергей Вячеславович, знакомая с 93-го года, когда я поступила в колледж, он вел у нас скульптуру. Хочу сказать ему огромное спасибо за все знания, навыки, которые я сейчас имею. Это, прежде всего, его заслуга. Мне очень пригождается сейчас в работе все это. И все, что он тогда нам рассказывал, я помню наизусть. Кжельский промысел, как народное искусство, это вечная штука. И количество огромное, всевозможных маленьких мастерских фабрик и так далее, их сейчас 38. Когда такое было, 38 при советской власти, да? А до советской власти их было, естественно, больше. То есть народное искусство всегда было и будет. Об этом можно даже не сильно волноваться. Вот мы своим искусством пытаемся доказать, что с одной стороны, как сказал уже Виктор Вячеславович, мы очень бережно относимся к народному искусству. Но в то же время мы делаем такие вещи, на которых учат в высших учебных заведениях. И плюс потом период такой, как и называется в народе, повышение квалификации. Очень часто люди куда-то ездят, там повышают. Только вот мы сами в себе повышаем квалификацию работы над конкретными вещами. Над заказами, например, объединения кжели, или там еще какого-нибудь союза художников и так далее, Министерства культуры. Если скульптура, то приближенная к реальности, не украшать героев. Полные, злые, добрые, в них много разного, убеждена Федоровская. Экспериментировать, не замыкаться в рамках кжельского промысла. Работать в разных материалах, среди которых шамот и майолика, утверждает Олейников. Все посудные формы, они совершенно пригодны для пользования. Более того, мы много внедрили в производство, и это идет, это все известно и знакомо. И скульптура тоже, очень много ее идет в производстве. Можно обратить на этот сервис, он многотрудный, многослойный, там много предметов. Тем более вот эта вот роспись, она крайне сложная, это ручная. Вот каждую чашечку пишешь, ну, день, а то и больше. Одно время могучую, так сказать, синеву кжельскую приняли за единственный вариант. Хотя цветная майолика, которая была раньше синей кжели, современной, она у нас пятицветная называется. Вот. И цветной фарфор был вовсю в 19 веке в Акжеле распространен. Потому что это был конкурент императорскому заводу. А если конкурировать с Ленинградом, Петербургом, то надо работать в цвете очень мощно. Преподают Федоровская и Олейников в Гжельском государственном университете. Дипломные работы, выполненные под их руководством, отличаются богатым выбором материалов, выразительностью пластики. Ведь творчество – это когда горишь изнутри. Выставка в зале Раменского музея продлится до 10 мая. Екатерина Алафимова, Сергей Григорьев, Андрей Милентьев. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова